Так, всё началось. Приветствую всех, кто будет присоединяться. Сегодня у нас еженедельный эфир с психологом Гузель Закировой, с которой мы разбираемся с эмоциями и рисуем их на холсте. Сегодняшняя трансляция у нас посвящена... Гюзель присоединилась. Посвящена страху. Выходим прямой эфир. И жду. Приветствую. Привет. Я тут, и мои бирюзовые волосы тоже. О, я тебя поздравляю. Это круто. Когда меняешь внешность, женщины, когда меняют внешность, говорят, это о чём-то говорит. Это знаешь, о чём говорит? Это говорит о том, что Ева хотела покрасить волосы бирюзовой, но на перчатках оставалась краска, и она предложила мне пожамкать волосы. Я их пожамкала. Но самое интересное, у неё не взяла краску, то есть это было оттеночный бальзам. У неё вообще ничего, а у меня красота. Понятно. Значит, мама у нас будет моднявая. Я в школу её привожу, дети так на меня смотрят. А у меня ещё бордовый пал в водке. Я вообще такая хипстер. Понятно, да, хипстер. Так, я сегодня в прежнем положении вернулась, потому что... Да, прям как я не начала тебя встретить. Посмотрела в прошлый раз, вообще не видно было холста. И ни меня, ни холста. Комнату видно. Вот. Я уже так вначале озвучила, но ещё раз повторюсь, пока, может быть, кто-то присоединится. Вот Рамзия пришла, молодец, Рамзия. Так, вот ещё кто-то присоединился, Юлия. Очень рада, что вы приходите и разбираетесь вместе с нами, с эмоциями. У нас уже сегодня шестой эфир, да? Да, клёвно, да. Так неожиданно, наверное, продолжать. Я начну читать, и у нас шестой эфир. И думаю, мы такие серьёзные вопросы разбираем, да? Я очень рада, что они плановые вот такие выходят. Привет, Рамзия. Выходят они вот еженедельно, в одно и то же время как-то у нас так. Мы спелись с тобой. Ничего не спелись, но спелись. Вот. Значит, сегодня у нас по запросу как раз Рамзии, да? Страх, тема страха, страшной, страшной эмоции. Юлечка, добрый день. Ужасные такие эмоции, всепоглощающие, всеподавляющие. И вообще, наверное, нет людей, которые не испытывают страх, потому что, мне кажется, это всё-таки идёт от животного нашего происхождения, да? Как психолог скажет. То есть мы же всё равно животные, хоть мы и люди. Мы животные, да. Просто кто-то, представляешь, кто-то не знает, что мы животные. Я вот смотрела передачу одну, и там проводили опрос. Ну там прям процентов 80 ответили, что мы не животные. Ну да, люди думают, что они особенные, а на самом деле-то, в принципе, вот эта вот пирамида, да, естественных потребностей, её же никуда не денешь. Конечно. Всё равно нам надо покушать, нам нужен кровь, где поспать, да, отдохнуть. Вот. И естественные потребности надо удовлетворить в первую очередь. И если у тебя нет еды, ты боишься, что ты останешься голодным, ты боишься, что тебе не дадут спать, ты боишься, что ты выйдешь на улицу, тебя собьёт автомобиль, ты боишься вообще, бог знает чего. Вообще, я как почитала, сколько этих страхов, я в шоке. Много. Я сначала хотела выделить под конец, думаю, выделю, может, какие-нибудь интересные. Но их там столько, там, начиная сейчас уже от боязни некрасивого селфи, там, и до боязни пупка. О, да, и современные страхи, да. Мы посмеёмся, да, как бы не очень красиво. Ну, вообще, очень много таких страхов современной жизни появилось, связанных именно вот с соцсетями. Пупка, я поняла. Да, вот люди размещают свои какие-то, вот сердечки пошли. Люди размещают свои фотографии, боятся. Боятся размещать, потом боятся, что разместили, потом боятся, что кто-то комментарий оставит, потом боятся ещё чего-то. Вот, что не оставят комментарий, тоже боятся. Вот, я, например, этого не боюсь. Я уже через этот страх переступила. Хотя он тоже первое время был, я боялась размещать. У меня был, сейчас расскажу быстро, пока мы приступим. Сегодня, кстати, в одной из групп тоже шло обсуждение по поводу того, что художники начинающие, да, молодые художники, которые начинают размещать свои первые картины, да, или там рисунки какие-то, и боятся этого. Боятся ужасно разместить, переступают через этот страх, и на них сыплется такая гора негатива. Вот, что они потом вообще прекращают всё это, и на очень долгое время. У меня был такой случай. Одной из моих картин первых с лошадью, ну, нормальная картина, вполне себе удачная даже, я бы сказала, для новичка. Вот, разместила моя подруга в группе, она фотограф, и она разместила в группе, даже это целый сайт был, для фотографов. Вот, и сказала, зарегистрируйся, я тебя тегну, вот, люди будут приходить, вот, острогаться твоим творчеством. Это было ужасно, я там, чего только я не начиталась, что лошадей таких не бывает, что бедро у лошади вывернутое, что цветов таких тоже не бывает. Ну, фотографы, да, они же лучше знают, какие цвета бывают. Вот, мы же художники. Во-первых, всем вообще, всем лучше знать, что вот правильно, а что нет. Да, да, морды такой не бывает, куда у неё грива, у неё грива в другую сторону, там, в общем, я читала и плакала. Да, мне потом эта подруга звонит и говорит, ты не обращай внимания, они вообще все на негативе, ты понимаешь, они все на негативе. Я говорю, ну, я понимаю, конечно, но они фотографы, а я художник, какое отношение они вообще имеют к этому вообще всему? Ну, можно там сказать, нравится, не нравится, да, впечатляет, не впечатляет, я в восторге, я не в восторге от живописи. Но говорить о том, что у лошади морду не видно, вот, но она в тени там была вообще-то. Я как начинающий художник, конечно, я не смогла выразить в достаточной мере яркость этой картины, но она вообще моим всем, ну, я не буду говорить родственникам, но все, кто там, друзья, нравилась. Там было впечатление, бегущая по берегу моря лошадь, что может быть красивее, да? Вот. И тут вот эта волна негатива, и все, я забила на этот сайт. Я туда больше не пошла. В жизни больше не пошла. Я даже не стала там удалять аккаунт и все такое, я просто ушла и все, больше я не посещала. Так вот у меня был стрессовый такой период после страха размещения, да, страх вот этих негативных каких-то эмоций, высказанных. Вообще я это тоже вот в группе сегодня писала, что в русскоязычных группах, в русскоязычных сайтах, в блогах там все вот этот негатив есть, а англоязычные, поскольку я и в англоязычных тоже тусуюсь, вот, нет такого. Новичков все любят, все восторгаются. Сегодня, вчера видела новая попытка, значит, какого-то собачку, по-моему, изобразила художника, начинающая. Там собачка такая, ну, миленькая, понятно, что это такие first attempt, первые попытки. Вот. Ну, собачка такая миленькая, такая хорошенькая, все пишут, боже, какая милая, боже, какая хорошая, как у вас хорошо получилось, вот, англоязычная аудитория. Давайте продолжайте, у вас, вот, отлично, животное, прям ваша тема. И все поддерживают. У нас, поэтому вот такая и реакция, понимаешь, то есть прежде чем пойти на нашу аудиторию, человек сидит и боится. Человек сначала должен сходить в англоязычную, да, ведь? Нормально? Крутое блюдо. Ну, вполне невероятно, да. Да, почему, если, если есть, так хотя сейчас переводчики, вот, и там можно вообще переводить, не исправить. Поставил себе перевод и тебе Google переведет. Конечно, и вообще нормально, сходил, получил позитивчик и себе, и дальше рисунок. Да, и в принципе, вот, кстати, совет для начинающих художников, зарегистрироваться в англоязычную группу. Вот. И начать продавать там. Вот, в частности, на Фейсбуке есть такие группы, есть, я не знаю, ну, ВКонтакте я, там я не представлена вообще, поэтому у меня как-то туда и не ходок. Вот, и это русскоязычная аудитория в основном, да. Вот, где там Фейсбук, Инстаграм какие-то вот такие вот, да, что еще. Не знаю, в Твиттере я тоже не ходок, что еще. Вот, ну да, вот Таня. У нас тут переводчик вообще отличный. Да, есть переводчик, есть, недавно я увидела LingvaBot в Телеграме есть, можно переводить элементарные фразы, вот, он очень хорошо переводит, только не забивайте длинные, большие там, с придаточными какими-то предложениями, вот. И он хорошо переведет. Я когда-то пользовалась Lingva на, еще на этих, на дисках. В компьютер вставляли, и вот эта Lingva программа закачивалась, и она давала переводы. Вот, а сейчас вот есть LingvaBot, кто не знает, в Телеграме. Так что приходите, не стесняйтесь, приглашаю в англоязычную группу сначала. Потом пойдете в русскоязычную. Нарастите кожу, хотя в англоязычных кожу не нарастишь-то однозначно, просто наберешься уверенности. Вот. И вот я про этот страх. Я потом очень долго не выставляла свои работы, и прежде чем куда-то зайти, на какую-то площадку или еще куда-то, у меня был такой вот, знаешь, как барьер, страх, что я зайду, меня не полюбят, меня не одобрят, у меня ничего не получится, и вообще мои картины не дотягивают. Но я помню, как-то в эфире Наташа Ширяева сказала, она это очень известный такой вот художник на Ютьюбе, и онлайн ведет там, и уроки такие какие-то все. Но люблю ее смотреть, хотя я с ней очень часто спорю. Ну, как, сама с собой. Она говорит, а я спорю. Вот как-то так. Вот она сказала, если будете вот бояться этого всего, вы никогда не начнете ничего. Никогда вы не разместите свою картину, вы никогда не сможете получить отзывы, вас никогда не увидят. Вот что самое главное. Те, кому вы могли бы понравиться, вас никогда не увидят. И вот мы, так сказать, пришли к началу, через конец. Что же такое вообще страх? Сейчас ты вот объясни мне. И заодно, соединив с нашим предыдущим эфиром про панику, мы панику в прошлом эфире разбирали, вот есть ли сходства? Это как два вопроса в одном у меня, да? Что такое страх? И есть ли сходства или различия с паникой и страх? Или это одно и то же? Или это проявление одной и той же эмоции в разных, так сказать, урахах? Вот. А я начну. Угу. Ладно. Я тут про гугл-переводчик прочитала и вспомнила. Меня один раз спросили, какой я язык знаю, как выучила. Я сказала, что я знаю вообще все языки, которые из гугл-переводчика. Ну да, я недавно с испанцем переписывалась тоже. Отлично, да? Скажи. Ну так, так, фразами короткими, да, спасибо, там, что, ну, были вопросы. На сайте у меня он пришел, там, выдал вопросы. Вот, буквально там несколько этих строчек. Хотя я испанска в жизни вообще не знаю, я только знаю, что у них длинные усы. Не у испанцев, а у языка. А у языка длинные усы. А еще первая буква H у них не читается. Когда я стала говорить, что я знаю, что такое хвэва, это яйцо, мне сказали, что вот это хвэва. Хвэва, 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 хвэва. Там надо быть осторожным. Ну вот. Ну что, ну что, давай, страх. Ну давай, очень весело мы начали, да? Я тут подготовилась. Я завидела, у нас с тобой вот эти вот эмоции сильные, вроде как отрицательные, они всегда весело проходят. Ну потому что же каждую отрицательную эмоцию, она же есть и с положительной стороны, можно же рассмотреть. Так, смотри. Страх — это острая психоэмоциональная реакция, вызванная какими-то обстоятельствами внешней среды. И вот эти вот обстоятельства внешней среды, они могут быть реальными, могут быть вымышленными, так скажем, да? Которые мы сами себе надумали, что как будто бы это из реальности. Вот. И страх, он может иметь разрушительный эффект, когда мы боимся периодически, испытываем это чувство, да? Постоянно его внесём, оно у нас пролонгировано. И тогда у нас, соответственно, падает иммунная, так скажем, система, да? Все наши вот эти вот резервы, организмы, они все истощаются. То есть приводят к заболеваниям, там вот этот тот же самый стресс, ещё что-то, да? Но страх есть положительный. За счёт того, что положительный окрашен страх, так скажем. Мы же когда-то выжили. Вот. Вот о чём я вначале говорила, да. Это же сохранение. То есть если бы у нас не было этой базовой эмоции, страха, ну, нас бы не было, мы бы сейчас не говорили о том, нас бы уже съели кто-то, не знаю, динозавры. Или кто там, динозавры, скалозубы. Скалозубы и тигры, вот. Вот, да, да. Ну вот. В общем, смотри, я сейчас хочу... Мы же шкалу обсуждали с тобой про любовь, да? Когда любовь – это принятие полное и спокойствие, например. Это как самая такая наивысшая, да, точка любви к себе, ко всем окружающим. Вот. И я сейчас расскажу. То есть у страха тоже есть. Он может быть опасением. Мы просто не понимаем себя чего-то, да. А может быть ужас. То есть опасение самое мягкое, потом у нас страх и ужас. Это как мы с тобой обсуждали радость, да? Да, да, да. Радость. Да, градация. То есть тут тоже идёт. И эйфория, да, вот эти вот градации. Ну, то есть они могут быть и промежуточные, но я просто беру их, вот эти вот три основные, и мы их рассматриваем. Потому что их же может быть много там всего. И это каждую придётся там объяснять. Вот. Ну да, 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 да. Мы сейчас возьмём опасение, страх, ужас и произведём такую коллаборацию с другими эмоциями. И из этого выйдет у нас что-то интересное. Смотри, вот если у нас есть, например, опасение, опасение и принятие. Вот какая может быть эмоция? Чувство какое может быть? Опасение и принятие. Опасение и принятие. Что, мне экзамен сейчас вообще сдавать тебе или что? Ну нет, я думала, может, тебе сразу в голову что-то придёт. Вообще, смотри, это покорность, представляешь? Это покорность? Да. А, опасение и принятие. Да, то есть ты понимаешь ситуацию, но ты опасаешься. Сомнения. Ну, сомнения – это, наверное, не опасение, да? Нет, покорность, друзья, представляешь, покорность. Вот. Покорность. Другая граница, когда мы берём страх и доверие, то есть мы боимся, но мы доверяем, это тоже покорность. А если у нас идёт ужас и восхищение, то это тоже покорность. Ого. Клёво, да? Ужас и восхищение. Вот, кстати. Давай. Об эпатажности искусства. Ага. Почему эти художники, которые патируют, да, популярны? Ужас и восхищение одновременно. Да. Вполне объяснимо. Конечно. И есть такой стокгольмский синдром, да? Все же, наверное, слышали о нём? Вот. То есть тут и рассматривается не то, что именно там похитители или кто-то, да, как вот было на самом деле, а вообще его уже там обобщили. И на самом деле он идёт от инстинкта самосохранения. Когда человек понимает, что, да, есть страх, например, но мы доверяем, мы покоряемся этому. Просто чтобы быть. Да, да. И вот этот стокгольмский синдром, на самом деле, мы же практически все его инфинтиваем. Просто если, да, не себя с человеком, а взять, например, даже, ну, мы, государство, например, да, мы же покоряемся каким-то законом, там, ещё чему-то, тоже, в принципе, можно попустить этот стокгольмский синдром. Почему нет? Ну, да. Да, вот так может быть. Так, смотри, а ещё, ещё есть одна колбарация интересная тоже. Есть такая штука, трепет называется. И вот когда мы страх объединяем с удивлением, мы испытываем трепет. То есть ты такая испугалась, но у тебя какое-то удивление. Я вот когда это вот собирала информацию, я через себя пропускала, но действительно так. Это так как-то очень необычно. Необычно, да. Но когда мы берём опасения и растерянность, тоже трепет испытываем. То есть вот такая какая-то вот эмоция очень интересная. Да, ну и тут ещё есть изумление и ужас. Когда мы в ужасе и изумляемся, мы тоже испытываем такой внутренний трепет, да, мы не знаем, вот какое-то такое ощущение интересное. Это вот, когда такие коллабарации происходят, очень интересно. Да, это вот как раз про ту эмоцию ужаса, которую Мунг изобразил, да? Да, вот. Я как раз хотела тебя подвести к тому, что и спросить, что будет у тебя по градации? Ты что будешь рисовать? Ужас? Страх или опасения? Я не знаю. Что получится? Получится круто, как всегда. Ужас, страх или опасения? Не опасения, а точно. Опасения не слишком яркая эмоция, мне кажется. Ужас или страх? Наверное, скорее страх. Потому что, чтобы ужас изобразить, надо опять же эпатировать. Я не умею. Ну да. Поэтому, наверное, страх все-таки. Страх изначально, как мы и договаривались. Да, хорошо, ладно. Так, смотри. Я решила разделить страхи по Фрейду, да? Пойти по классическому варианту. Потому что, на самом деле, вот этой классификации страхов, их очень много. Их прям вот делят и делят, их полно. Вот. И по Фрейду страхи у нас реальные и невротические. Тологично, да, все это. То есть реальные, они понятные. Это у нас реакция на опасность какую-то, да? То, что мы уже понимаем, что там опасность. Это когда наше амигдало, да, вот это вот медалевизное тело сработало. Мы такие, бей или беги, да? Вот. Это нормально. Невротические – это когда нет объяснения. Ну, нет, видимо, причины, чтобы мы боялись, да? Ну, тот же самый страх пупков, да? Ну, нет ведь, видимо, причины бояться пупка. Ну да. Вот. Поэтому, вот как-то так. У Фрейда же был еще соратник Юрк. Мы же знаем. Вот. И Юрк как раз добавлял, что… Ну, у нас же есть ядро бессознательного, есть сознательное – это эго, да? И вот это ядро бессознательного – тень, так называемая. Вот эта тень, Юрк добавлял, она носит оборотную сторону нашего внешнепроявляемого качества. То есть, смотри, например, на словах я такая храбрая, а вот до дела дойдет, я трусану, например, да, ну вот так. Или я такая хожу, соробкая такая, да, ну, как будто бы я очень боюсь всего, а дойдет до дела, и я пойду и горы сверну. Вот, нормально, да? Ну, и он же еще вот говорил о том, что нет полных смельчаков и нет полных трусов. Ну, очень часто мы знаем, что есть, например, заболевания, да, когда у нас… Ой, спасибо. Когда амигдалл разрушается, вот это медалевитное тело, которое отвечает за момент бейлибегида, и оно разрушается, и у человека отсутствует полностью страх. То есть, я просто забыла заболевание, как называются там, две фамилии, докторов, ну вот. Получается, что бесстрашные люди на самом деле больные люди. Ну, да, им надо проверить металевитное тело, там, сделать… Проверить именно по физической причине, да, то есть вот эти нарушения физические. Да. Страшные. По факту не должно быть. По факту нет, по факту амигдалл работает, все, там есть бей, бей, ги, то есть должна быть реакция, она обязательно, амигдалл, она делит обязательно опасность или нет. То есть, если этого момента нет, то, ну, вот люди идут. Ну, опять-таки, тут же еще и есть, например, люди с аутизмом, да, у которых нет вот этого эмоционального спектра, которые не испытывают эмоции такие, да. Но, опять-таки, там же тоже варьируются, есть определенные моменты. Основная масса все равно как-то вот они понимают, что есть вот такая эмоция. Вот. Ну, то есть это все индивидуально, все будет индивидуально. Еще есть такой момент, что мы страхи можем разделить по возрасту, так скажем. Есть детские страхи, которые у нас в детстве пришли к нам из детства. Есть взрослые страхи, например, ну, это практически все страхи, которые переросли из детства на взрослую жизнь. Ну, плюс еще и наслоилось что-то туда, да, тот же самый там страх публичного выступления, там, или еще что-то. Опять-таки, если копаться, откуда пошел из того страха, что нельзя было родителям что-то сказать, там, да, или высказать свое мнение. То есть вот, ну, если разбирать, вот можно вытащить. Потом есть еще страхи пожилого возраста, когда люди уже не боятся чего-то там достичь, да, или что-то. Они боятся быть одни, остаться одни, и боятся быть обузой. То есть у них вот такие страхи, что... Вот да, это вообще, конечно, наверное, страх каждого пожилого человека. Ну, как правило, мы же об этом не задумываемся, дети тоже, дети тем более об этом не думают, что такие, что боятся этого, да, нет. Столько народу вокруг, да. Это же мы только уже с возрастом начинаем осознавать, что, да, действительно, и дети вырастают, и у каждого своя жизнь может быть. И, ну, это вот страшно, да. Вот, такой момент. Есть такой момент, сейчас скажу, я прочитаю вам, что внезапное и полное освобождение от длительного и интенсивного страха активирует радость. О, смотри. Я пошла от противного. Радость нашу помнишь? Да. Вот. Помню, да. А я просто молчу, думаю, очень похоже. Да. Нет, у меня просто, я тебе скажу, у меня краска, немножко отвлечемся в живописи, вот, осталось от заказа, у меня осталось почти полный тюбик, хром-кобальт, зелено-голубой. Это, наверное, такой вот, если у тебя под цвет эфира, да? Ты почувствовала, да? Конечно. С кофточкой я уже определилась на весну, я ее уже испачкала, поэтому я все время буду в ней, а менять не буду. А вот краску я нашла и думаю, надо же ее, она же высохнет, ее же надо использовать. И я взяла хром-кобальт, думаю, ну, это же моя радость вообще-то. Вот, ну, похоже, там голубая эфи, а здесь хром-кобальт, ну, немножечко смежный. Вот я пошла от противного. Вот, и немножко у меня бирюзы осталось, бирюзовой краски, у меня у меня бирюза, а вот это хром-кобальт, глупого цвета. Так что я начала с этого. А вот теперь я сижу и думаю. Какой-то надо этот... Ну, да, ну, радость же, радость же надо страхом. Разбарить что-то взять. Ну, что же, если ты не побоялся. Надо по нему, знаешь как, шарахнуть по этой радости страхом. Вот, я вот сейчас, наверное, возьму в контраст красный, конечно. Ну, и четвертый, никуда без него не делишься. Стильная эмоция страха. Для контраста обязательно нужно. Так, ну, хорошо, давай. От радости дальше. Да, радость. Тогда как частичное освобождение. То есть там радость, это когда полное, да? Полное и внезапное освобождение от страха. А когда частичное освобождение от страха, то это возбуждение. Я когда это тоже читала, писала, записывала, я прям представила, что действительно вот я боюсь чего-то, да, боюсь. И в какой-то момент, когда я работаю с собой, прям почувствовала, вспомнила эти моменты, когда работаю с собой и начинаю избавляться от страха, я реально, у меня прям было какое-то вот такое возбуждение. Я думала, ну, это круто, это вообще круто. Это прям вот, пойду дальше. Да, здорово, да? Вот. А самое интересное, что эмоция интереса и возбуждения может перерасти в страх. То есть у нас есть какой-то интерес, мы такие возбуждены, да, и интересуемся, интересуемся. А потом... Ого. Ну, так, один из моментов может быть такой. Вот, так вот. Я сейчас перехожу, смотри, с этого маленького. Да. Такой большой. О, ты будешь лепить. Называется, как-то не знаю, мастихин это называется. Не совочек, не лопатка, не мастерок, а мастихин. Ты знаешь что? Я думала, мастихин это такая краска. Нет. Моя ты наивная. Не написала про это. Моя ты наивная. Это мастихин. Вот. Вот сейчас я сделала маленький. А вот теперь я беру вот такой большой. Угу. И сделаю сейчас каку. Давай. Нормально. Маленький, я бы... Примаска, то почти цветок. Не надо мне цветок. Зачем мне цветок? Прикольно. Да, только сберила. Я так вижу лицо. Ты мне скажи, почему ты мне сказала, что хорошо видеть лица? Я их везде вижу. У меня даже на моих их куча. Из цветов. Потому что у тебя тогда получается, что заложен портретист. Да? Да. Он где-то глубоко заложен. Очень глубоко. Ну вот скажи мне, ты рисуешь что-нибудь, когда просто там по телефону разговариваешь? Или вот задумавшись? Или в школе, может, рисовала что-нибудь? Да, но точно не портреты. Ну нет, рисовала, рисовала в школе, когда рисовала портреты. Нет, портреты это вообще очень громко сказано, поверьте. Нет, ну не мордашки, мордашки там, куколок там, вичи, глазики, да, все такое. У меня почему-то были все время геометрические фигуры. Геометрические фигуры, которые я штриховала, и штриховала, и штриховала, и все эти штриховочки постоянно заштриховала. Но животных, любила всегда изображать животных. И в разных ракурсах я росла в доме с животными, и вот собачка кушает, а я ее карандашиком. Собачка спит, а я ее карандашиком, да. Мы там оставались еще с детства, с юности, так сказать, с позднего детского периода. У меня была одноклассница, Наташа Красюк, она рисовала лошадей. И она их так красиво рисовала, очень. Вот, да, вот я очень люблю лошадей. Я тоже очень лошадей люблю изображать. А-а-а. Вот так еще сделаем. Краска кончилась. Как обычно у меня краска кончилась на самом ответственном этапе. Ага. Так, давай дальше. Вот, в общем, то, что я тебе это сказала сейчас, про радость и возбуждение, да. Это вот проводились исследования тоже психологами, там это 50-е, 60-е годы еще были. Ну, до сих пор так прикольно это все, интересно. Так, в общем, дальше по Фрейду пойдем. Вот Фрейд считал, что самая опасная группа страхов – это внушенные страхи. Внушенные. Ага, да. И почему у нас постоянно мы берем детство, да, смотри. Просто мы представляем страх, внушаемый взрослыми. Мы берем ребенка и представляем страх, внушаемый взрослыми. Потом плюс туда детская фантазия. Плюс туда психика, которая только-только формируется. Угу, коктейль какой, да, получается. А потом туда добавим пубертата. Ну, то есть подросткового возраста, гормоны, вот это все-все-все. И потом по взрослой жизни все это. Ой, бедные люди. Слава, красота, да? Ну, конечно, вот. Ну, вот, смотри, это же все, что, вот то, что я сейчас озвучила, плюс это, плюс это, это. Это все от неумения и от нежелания взрослых, родителей объяснять правильно ребенку, что можно делать, а что нельзя для того, чтобы обезопасить себя. То есть не так, что там, а, не ходи туда, тебя там собаки съедят и вообще ногу оторвут, да, и вообще так. То есть не так это должно быть. Вот даже просто с собакой, например, просто отвлекусь, приведу. У меня я... Ну, расскажи, как избегать вот этого, вот, не ходи туда, тебя там побьют, не ходи сюда, тебя там собаки покусают. Что еще было? Не дружи с этими, они тебя в плохую компанию заведут. Как правило, те, которые как раз вот еще и не заводят никуда, заводят те, которым говорят вот это. Вот, но опять, это вот как раз-таки от неумения родителей. Родители сами этого не умеют. То есть им самим нужно учиться, как правильно доносить. А для того, чтобы это доносить, нужно научиться что делать? Научиться слышать себя. Просто представлять. Ну, опять-таки, тут импатия должна включаться. Ну, я представляю, если бы тебе самому это сказали, да? Или как говорят им там, ну, часто говорят, ой, да ладно, нам тоже, если говорили, ничего, нормально вырос. Ну, как нормально? Ну, такое себе нормально там, да? Собирается. Вот. Ну, да. У нас всех так воспитывали, и... О, знаю, там зяга, на рисунке как раз изображается огромная лохватая собака. Ну, а я вижу ламу, представляешь? Скала в бушующем море. Вот, видишь, варианты пошли. Давайте, да, накидывайте варианты. А у меня лама. А у кого? Что? Лама. Лама? Они чё, чёрные, что ли? Они же не чёрные. Ну, нет, она... Ну, просто этот цвет чёрный, но вот сама форма, это у меня прям лама. Ну, форма, да. Очень прикольная. Да, Лиз? Ещё такая миссия. Я в этом положении вот когда сижу, мне очень неудобно. Угу. Поэтому, может быть... Сейчас, ну, вот сюда для этого, для равновесия, для ламы. Прикольно. Ну, так, я про собаку хотела рассказать же, да? В общем, у меня Яна... Как надо? Укусила собака. Угу. Наша собака, она не в доме, правда, а рядом с домом живёт. Ну, то есть она такая небешеная. Вот. Он пошёл кормить собаку и подошёл сзади. Ну, и собака его цапнула за ногу. У Яна вообще нет никакого страха. Перед собаками. То есть, смотри, страх – это же неизвестность. Страх... Мы боимся того, что мы не знаем, что впереди, да? Что будет. Или, возможно, того, что будет боль какая-то или ещё что-то. То есть опыт какой-то наш. У Яна этот опыт с укусом собаки был положительным. То есть укус был не сильный, быстро всё обработали, уколы были не больные. И всё как-то было нормально. Вот. Он собаку вообще не боится. Но в тот момент, когда его укусила собака, рядом с ним была моя племянница. Её собака не мусала вообще, но у неё такой панический страх собак. Мы просто после этого, если мы шли, и была собака, она просто запрыгивала на меня. Ну, там или вот кто рядом. И всё. Она могла обойти, не знаю, через полкомплекса, лишь бы только собак обойти. Вот. Ну, то есть это не ей пережитый опыт, да, другим человеком, но она была свидетелем, получается. Да. То есть у нас даже вот, когда мы свидетели чего-то, наша фантазия дальше играет. То есть она представила, как это больно, наверное, и как вообще всё это. И она представила себе по-другому. И вот она прямо очень боится, а Ян нет. Вот. В общем, так. Дальше. А, ну вот по поводу родителей. Даже есть же колыбельные вот эти, да, я помню, я Еве пела. Есть же «Не ложись на бочок», придётся реке «Волчок» и утащит за бочком. «Не ложись на краю». Да. И придёт серенький волчок и утащит за бочком. Да, и укусит за бочком. А, да, укусит, вот, укусит за бочком. А я Еве пела, придёт серенький волчок, поцелует он волчок. Поцелует и уйдёт. Да, ну то есть вот как-то вот, чтобы изначально уже не было такого, что кто-то там её укусит, там, да, или утащит, или ещё что-то. Ну, я не знаю, как говорят, а вот придёт, там, бабайка себя заберёт. А у нас по-татарски дед – это бабай. Вот, поэтому, как бы такое… А, наверное, мы и начали так, да, вот, славяне пугать татарского языка бабаем. Может быть, страшным дедом пугались сначала, а потом оно перешло в баба. И теперь мы не знаем, что это вообще такое, но продолжаем пугать. Да. Вот, вот так вот. Так, ну вот, в общем. Вот смотри, со страхом. Ну, вообще, в любом случае у нас же на любое мнение есть противоположное мнение другого человека, да. Вот смотри, есть такой Михаил Литвак, психотерапевт очень известный. Он считает, что страх – это тревога и мышление. То есть, когда мы тревожимся и постоянно думаем, 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 у нас получается страх. Так, вот, смотри, это вот по поводу паники, да, в прошлом эфире. То есть, паника – это когда ты не мыслишь вообще. Да, да, то есть, у тебя логическое мышление отключается, это другое. А страх – ты как раз мыслишь. Ты мыслишь, да, у тебя мысли по токам, ты думаешь. То есть, ты думаешь. Паника – это вот в противовес страху получается. Вот. Смотри, запомнили, да, это тревога и мышление. Но был такой американский крутой психолог, он очень много лет прожил еще, и вот он буквально там недавно только умер. Он, это Кэрол Изарт, он изучал как раз-таки эмоциональный интеллект, все эмоции изучал, там, мимику, жесты, все-все-все-все-все вот это вот объединял. У него очень много трудов очень интересных. И вот он как раз считал, что страх – это, наоборот, самодостаточная эмоция, то есть она самостоятельная. Не из чего-то, а просто вот страх, он и есть страх. А в противовес этому уже тревога – это такой коктейль, знаешь, из страха, чувства вины, печали и стыда. И я такая думаю… Да, и ты такая думала, как тебе такое, Илон Маск? Что тут вообще? Вот это разбери, попробуй. Давай еще раз сначала. Давай, в общем, страх. Все компоненты давай. Да, чувство вины, печаль и стыд. Ой, ну и коктейльчик. Да, я знаю. Печаль, чувство вины, печаль и стыд. Да. Ужас. Я бы никогда не подумала, там еще и чувство вины. Да, представляешь, насколько нужно быть крутым, чтобы взять эмоцию какую-то, да, и ее раздробить прямо аж на четыре. Ага. Ну, насколько эмоциональный интеллект должен быть развит, чтобы можно было прочувствовать вот такие вот эмоции все, да, чтобы их еще собрать все в тревогу. Прикольно? Да. А вообще, вообще нас же очень пугают страхи. Есть же даже страх страха, это фобофобия. Ага, да, я слышала. Да, когда человек боится, что у него появится какой-то страх. Ты представляешь, насколько надо сидеть, тревожиться и размышлять об этом? Да, размышлять о том, что у тебя появится какой-то страх. Сидишь и боишься. Я сейчас не боюсь пауков, а вдруг я забоюсь пауков. Ты такая сидишь и боишься. Какой-то вообще. Так можно всю жизнь провести бояться, понимаешь? Бояться того, что появится страх. Да. Ну, конечно, здоровая психика, конечно, тоже нарушение идет, естественно. Ну, Жень, надо с этим что-то делать. Теперь мы плавно переходим к тому, как с этим справляться. Ладно. Мы не говорим о патологиях, опять же, еще раз для тех, кто в эфире, мы не говорим о патологических каких-то состояниях, которые требуют решательства специалистов, все. Мы говорим о простых вещах. Если у вас внезапно появился какой-то там страх, чего-то боитесь, то что же нужно делать, как же избавиться от этого страха? Это не ладно. Так, смотри, я сначала еще чуточку расскажу про биохимические процессы. Вот это наш организм, как я и говорю. В момент нашего резкого страха у нас же вырабатывается эпинефрин. Это адреналин как раз-таки, другое название у эпинефрина. В общем, вот, вырабатывается адреналин. Адреналин у нас там, после него проходит несколько стадий еще реакций, и в итоге потом у нас повышается уровень глюкозы. А уровень глюкозы повышается, и у нас мобилизуется мышечная вот эта система. То есть у нас ускоряется метаболизм, да, там у нас быстро-быстро пища усваивается, еще что-то. И как раз-таки вот это вот повышение глюкозы нужно для того, чтобы вот среагировать на этот сигнал амигдалы нашей «бей или беги». То есть в норме мы должны бежать или бить. Ну, как-то нам страшно. Это то, о чем мы говорили, да, в прошлый раз тоже. Но есть еще, у амигдалы на самом деле есть еще третий момент – это «замри». вот, то есть смотри, теперь мы приходим к чему интересному. «Бей или беги» – это взрослая реакция. Вот, но реакция «замри» – это реакция детская. То есть там смотри, там что получается? Ватные ноги, тремор, потеря контроля над сфинктерами. Почему дети часто обсикались, например, да, в штанишке? Все, потому что потери контроля над сфинктерами нет. Тошнота – то же самое. Вот, это уже детский момент, вот этот «замри», когда взрослые, например, начинают громко кричать на ребенка или еще что-то. Ребенок обсикался – все, это страх. То есть тут уже вот потеря контроля. Амигдала сработала на «замри». Это как вот там животные, что же есть какие-то, у них же срабатывает этот сигнал как раз «замри», то, что они бегли, там все умерли, да, как-то вот. Да, они типа притворяются, что они умерли, да, не трогай меня. Да. Вот, и у детей там же они же замирают и просто вот есть такие. Но это когда действительно очень сильно ребенок боится, например, да. И это опять-таки когда идет градация взрослый и ребенок. Потому что дети, как правило, друг другу могут или шлепнуть там, или убежать. Опять-таки, ну, то есть это когда разноценные, а не по возрасту, так скажем. Вот, есть такое интересное. Так вот, вот, в общем, основная мысль эфира какая у нас была. Важно научиться понимать свои эмоции. Угу, то есть вот в каждом эфире, у нас в каждом эфире такая будет. Да, да, вот. То, что эмоциональный интеллект – это очень важно. Это, ну, эмоциональный интеллект – это основа нашей психики, вообще нашей здоровой, стабильной жизни, да, так скажем. Вот. Теперь, что делаем, когда нам страшно? Вот. Во-первых, мы дышим, как всегда. Угу, это наша технология 4-4-4-4. Да, то есть любая непонятная… Вот в любой непонятной ситуации дыши. Угу, вот так вот. Это вот на каждом эфире будет подговариваться, когда негативные эмоции идут. Давай еще раз повторим, как мы в прошлом эфире про панику повторяли, дыхание. Ты будешь считать, я буду дышать. Я вдыхаю. Давай на счет 4. Да, давай, на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Задерживаем. 2, 3, 4. Выдыхаем. 2, 3, 4. Задерживаем. 2, 3, 4. Вот. Это для тех, кто не был в прошлом эфире, чтобы вы знали, как справляться с паникой и со страхом. Угу. Да, любая ситуация, когда начинает напрягать просто, мы обязательно должны продышать эту эмоцию. Вот. Дальше. Важно признать эту эмоцию и назвать ее. Когда мы ее признаем, мы говорим, так, все, я боюсь. Угу. Мы ее назвали. Вообще, вообще можно назвать и дать ей имя, например. Ну, как можно назвать имя, какое назовешь страха? Имя страха. А знаешь, я сейчас вспомнила, что эти фильмы, триллеры, да, когда там гоняется, гоняется за ведьмой или за демой. Имя твое. Потому что человеку важно знать, что назвать надо. Потому что мы можем бороться только или принимать, работать только с тем, что мы назвали, что мы знаем, как называется. То есть мы боимся неизвестного. А когда мы назвали, вот дали ей уже имя, название, мы можем с этим работать. Просто это очень смешно звучит, например. Ну, просто скажи, какое имя. Не, у меня только ласковые приходят. Типа Кузин, Афани. Ну, вот ты говоришь, так, все. Я поняла. Я испытываю сейчас нафаю. И все, я уже смеюсь, я уже ничего не боюсь. У меня сейчас... Конечно, оно так и работает. То есть, когда мы боимся, мы понимаем, что наш страх, ну, просто он, вот, просто высосан из пальца, да, и мы такие... Ну, естественно, это с глобальной проблемой не возьмешь. Ну, вот, когда ты думаешь вот так, ты просто даешь ему имя и говоришь, пойду. Вот пойду. Зову его нафаль, я пойду и съем его по кусочкам. И запомню. Блин. Сейчас опять у меня картины в голове. Сатурн, пожирающий своего сына. Да? Ну, мифический сюжет, который повторяет. Музыка, художники, да, можно найти. Ну, самый ужасный, по-моему, Гоя изобразил там вообще с кровищей. Он настолько боялся моего сына, что он его сожрал. Ну, вот, 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 и смотри, главное помнить всегда, что нам же, вот если даже вот сейчас посмотреть, особенно мальчикам говорят, ты чего боишься, как девка, да, там, ты чего, это же стыдно. То есть нам всегда навязывают, что бояться стыдно. В первую очередь мы должны всегда понимать, что бояться не стыдно. Бояться, на самом деле, это вообще еще сохранение жизни, да, нашей. То есть как положительный момент. Ну, благодаря страху мы можем жить дальше. Ну, вот, это нормально. Бояться — это нормально. То есть, вот смотри, получается, мы дышим на четыре счета. Мы обязательно называем свой страх, мы его понимаем, осознаем. Потом нужно обязательно научиться разбирать его, откуда этот страх, почему он этот страх. Задавать себе вопросы обязательно. Задавать вопрос, почему я этого боюсь. Откуда у меня этот страх и для чего. Просто когда мы задаем вопрос себе вообще в любой ситуации, за что мне это, это всегда про негатив. Это всегда про страдание, про боль. За что, да, как будто бы наказание. Но когда мы говорим... Замкнутый круг. Замкнутый круг получается, что ты все время об этом думаешь, 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 заново, заново. Но как только мы себе сказали, так, стоп, вот для чего мне это, это все сразу, это наподумать на то, чтобы выйти уже из этой ситуации. Только вот если задали вопрос себе, для чего, для чего мне эта ситуация, что я должна из нее вынести, для чего мне этот страх, нужен ли он мне вообще или нет. Ну, то есть, ну, это обязательно должна быть какая-то проработка с собой, в любом случае. Вот, это очень... Ну, это очень интересно. Вот. Видишь, у меня кисточки совсем почти не идут. Да? Только мастихи работают. Ну, красиво. А еще знаешь, что важно помнить? Важно помнить о том, что мы не одиноки в своем страхе. Угу. И бояться чего-то, и это нормально. Красиво, снегири прилетели. Видишь, ты, наверное, ничего не боишься, Гузель. Я? Вот, смотри, да. Наверное, ничего не боишься, поэтому у тебя то лама, то снегири. Ну, ты знаешь, ну, смотри, я сейчас расскажу одну вещь. Я раньше... Это, знаешь, я для себя поняла, что бояться для меня это было, это я бежала впереди паровоза. Это как раз-таки у меня как раз получалось по Литваку. У меня была тревожность и мышление. То есть я постоянно думала, 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 и постоянно была в состоянии тревоги. Но в какой-то момент, в общем, я ехала в машине, и мне задали там один вопрос. И в какой-то момент я поняла, что я вот не боюсь. В общем, когда я развелась с мужем, мы с детьми остались в квартире, он ушел. И, в общем, я боялась прям так потерять эту кровь, квартиру, я всегда боялась, я прям плакала по ночам и думала, когда мои дети пойдут, куда, что я вообще буду делать, как и что. И вот в тот момент, когда я тогда ехала в машине, представляешь, у меня прям щелкнул сайт какой-то. Я такая в моменте подумала, так, стоп. Ну, окей, даже если там что-то с квартирой, да, придется там ее продавать, ну, ладно, я продам. И такая стала думать, слушай, а для чего мне это надо будет? И я такая думаю, о, ну, отлично, я же смогу, например, взять дом, какой-то начальный взнос сделать, да, взять дом. И в то же время я могу же вообще, я в тот момент уже понимала, что основной наш дом – это наше тело. И мы в этом теле можем жить вообще в любой стране мира. И думаю, так я могу потом взять детей, вообще уехать куда-нибудь на юг, снять домик, да, и жить там с детьми, пожить, например, месяц-два, просто отдохнуть. И вот в тот момент у меня такое спокойствие пришло. Ну, и на самом деле, как бы, ну, да, наверное, я не боюсь больного ничего. Ну, а у меня амигдала целая. То есть у меня как-то самоохранение, я там не пойду, как поезд мне, потому что там я не бесстрашная. То есть я боюсь, ну, я боюсь смерти, да. Ну, как боюсь в том плане, что... Ну, и в то же время я думала о том, что почему мы долго не живём. Я подумала о том, что, ну, жить долго тоже – это очень скучно, наверное. Да, наверное, да. Ну, да. Вот. Ну, и, в общем, когда работаешь вот так с собой, там просто для того, чтобы работать с людьми, психологу всё равно нужно проработки с собой делать какие-то. И я четыре года этим занималась наработками. Да, и психолог. Да, и поэтому... Психолог с проблемами тоже пойдёт лечиться вообще. Да, в любом случае. Да, надо работать с собой. Вот. И поэтому просто надо понимать, что это длительный процесс, а не так, что ты начал и там через две недели говоришь, ой, у меня чуть не получается. Нет. Надо верить. Вообще, знаешь, какая есть шикарная мысль? У нас же у каждого есть вера в себя. И, короче, надо верить в эту веру в себя. Думаю? Вот. Просто если не ты сам, самый близкий человек для себя, будешь верить в себя, то кто? У всех людей могут быть разные ожидания на твой счёт, но мы не обязаны им соответствовать. Ну, это я поняла только недавно, конечно. Я не всегда так думала. То есть не было такого, что я там из мамы вылезла и такая, так, мать, всё, ноги задвигай, я пошла, буду умная. Ну, конечно, нет. Ну, да. Если бы мы это могли. Ну, да. Вот. Поэтому это вот работа над собой. Надеюсь. Красота. Мне нравится. Вот. Сейчас я вот это вот уберу. Угу. Вот. Значит, смотри. Да. Бирюза. Угу. Бирюза. Угу. Хромкобальт вот этот зелёный. Угу. Вот он вот здесь вот. Мне кажется, он идеально передаёт чувство тревожности. Вот, посмотри. Согласна. Цвет вот такой. Вот он, да? Ой. Да, красиво. Вот. Вот это чувство тревожности. Вот он вот здесь вот сверху. Угу. Вот он вверх в тёмное. Я поэтому его туда в тёмное и подложила. Угу. Вот. Ну, а это страх, который пробивает тебя, да? Ну, да. Мне как-то показалось не очень ярко это я всё изобразила. Это страх. Ну, ты знаешь, что же... Ну, смотри. Вот у тебя просто в моменте, мы же ещё так весело это обсуждаем. То есть ты даже и не могла, наверное, просто прочувствовать этот страх во всей его красе, да? А это же всё-таки не ужас, а просто страх. Да, это, пожалуй, самая такая вот яркая эмоция, которую я много раз испытывала и в которой у меня знакома. Угу. Угу. Когда говорили мы о Тайке, да, у меня один раз в жизни было, то как бы я не успела её и прочувствовать как следует. А страх мы же всё время испытываем, постоянно. В детстве и в юности, и во взрослом состоянии, по поводу и без повода. Вот. Просто я настолько долго думала об этом, что, наверное, я его уже пережила. Вот, понимаешь? Вот, да. Когда он у меня... Он у меня истощился, что ли, изнутри. Я его не могу так вот почувствовать как-то. Допустим, тоже панику, которую в прошлый раз мы изобразили. Ну, потому что эмоция, она же не обязательно должна быть яркой. Она же может быть очень мягкой. Ну, вот, в отличие от паники, да, которая паника... Да. Вот, для меня он не является таким. Он меня, наоборот, сковывает. Вот я пыталась это изобразить этими мазками, которые вот плотные, да? Ну, вот и видно, что же склоткованность. То есть, они же не по всему холсту у тебя, но прям вот в кучке так. Вот, я бы вот здесь вот тоже заложила этот панический этот цвет. Немножко вырезы давали. Угу, красиво очень. Ну, опять же, работая на контрасте, смазанные маски какие-то, да, и выпуклые. Единственное, что мне здесь не хочется, это делать брызги, которые мы делали с тобой в радости, да? Вот эти брызги. Это понятно. Они, мне кажется, да, воплощением счастья и радости эти брызги. А я сразу подумала про сфинктер, который не работает. Слушай, а дети, дети, нельзя такое показывать. Да, это вот если я сейчас возьму этот цвет и... Да, да, это точно будет прям детское вот это вот, когда он все, это замри, реакция замри. Да, вот, сейчас я немножечко еще добавлю до контраста цвета. Мне кажется, вот сюда для композиции надо добавить, для равновесия. Вот так, да. Немножко с красным возьму. Мне так удобно смотреть на экране вообще. В зеркальном отражении. Да. Ну, пожалуй, и хватит. А ты подписываешь картины? Конечно, подписываю. Да? Вот эти картины я еще не подписывала. Ты знаешь, мне вот лицо этих картин не хочется портить. А, да, прикольно. Например, ну вот здесь вот на радости у меня здесь такой шикарный кусочек, да, в этом углу вправом. Вот. Ну, я испорчу подписью просто. У тебя очень красивая прям... Мне вообще все нравится. Очень красивая. Да, мне тут недавно сказали, говорит, были бы деньги, я бы у тебя все купила. Ну, потому что действительно красиво. Очень. Вот. Вот, но денег нет. Угу. Парни. Дождемся. Появится. Ну да, поменьше. Думаю, что этого достаточно, как ты считаешь? Я тоже думаю. Чтобы не было перегруженности такой уже лишней, да? Ну, не хочется. Да, не хочется. Мне всегда вот было сложно остановиться. Я сейчас... Проект наш с тобой этот, психолога-живописный. Угу. Почему? Во-первых, отвлекает меня мысль. Я не думаю о том, что я пишу в основном. Я думаю о том, что ты говоришь. Отключаясь к разговору. Во-вторых, я ищу новые формы и новые способы выражения на холст. Что тоже немаловажно. В-третьих, я, когда пишу что-то конкретное, у меня уже в голове складывается колористика, да, гамма цветов. И я с этой гаммой работаю. А в основном она у меня всегда одинаковая. Угу. Поэтому для этих холстов, да, вот для абстракции, сейчас важно для меня проработать что-то в цвете и понять, какие другие цвета я могу использовать и как ложится та или иная краска. Вот я сегодня приводила, например, хромкобальт. Я снимала, я одну картину написала и всё. И чуть-чуть его использовала, а остальное осталось. И вот мне было интересно сегодня его впечатление от него на холсте. Там у меня был другое. Да, а сейчас я просто его наношу и смотрю, как он с белилами укладывается, как он выглядит на поверхности другой краски, что рядом жить можно, а чего он мне приемлет. Вот. Так что для меня вот тоже важны эти эфиры, потому что я иду дальше. Не останавливаюсь на своих достижениях, а следую, следую, следую выше и выше. Развитие идёт. Ну, а потом, да. А потом получается, что всё равно я же познаю новое, ты мне об эмоциях открытия делаешь. Это легче, чем если бы я сама залезла, искала, читала какую-то непроверенную информацию. Так я пришла к тебе, по почкам разложила, я поняла, что для себя взять, и всё, и идём дальше. Ну да, я по простому говорю, без всяких там вот этих вот, вот в этом году проводилось это, там были лети. То есть я вот тоже не это. Мне нравится, когда так легко, просто, спокойно, пообщались, побеседовали и вот так информятся. Разве я пишу тлеющие угли. Вот смотри, да, страх, это же как тлеющие угли. Да. Может же потом побахнуть, а может и затопнуть. Это будет как вот тревога, как будто тревожность-тревожность, а вот ты такая пошла размышлять. Это круто вообще, вот смотри, да, из тревожности появляется какой-то страх. Да. Страх внутри. О, видишь, согласилась Рамзия. В прошлый раз она хотела, чтобы я какую-то там бомбочку подложила в этот, в паническую этапу. Сейчас вот согласна. Но это же по запросу Рамзии, да, мы сегодня отправились. Да, конечно. Рамзия, наверное, тоже рисовала вместе с нами. Да, ну раз, Рамзия, подтверди, сердечко отправили, подтверди, да, вот именно получился твой страх или это тоже опять мой страх? Вот, скажи нам. Ну что, думаю, на этом мы закончим. Если подведем итог, что ты можешь еще сказать про эту сильную эмоцию? Вот, я хочу сказать, что вы в страхе все не одиноки. Каждый человек боится чего-то, бояться это нормально. Нужно себе разрешать проживать любую эмоцию. Неважно, страх, радость или еще что-то, да? То есть все эмоции, они хороши. Вот. Главное, в любой непонятной ситуации нужно дышать. Дышание, дыхание. Да, дыхание помогает. Да. Рамзия, нет, видишь, внимательно слушала. Для меня страх это бездна. Ну, а мы нарисовали тлеющие угли. Она, наверное, имеет в виду, нет, я спросила, ты тоже рисовала с нами? Она говорит, нет, внимательно слушала. А, может это. Да. Ну, для нее страх это бездна, но в бездне в этой могут же быть тлеющие угли. Да, просто, да, просто. Это же как эти, круги ада по Данте, да? Какой там круг. Ну, кстати, да, вот круги ада вниз уходят, да? Чем ниже, тем страшнее. Вот. Боимся, что нас в аду там будут жарить на сковорот, когда наши грехи. Ну, а, кстати, вот по этому поводу еще Фрейд вообще еще выделял, знаешь, один страх, это страх религиозный. Ну, он там еще немного, он еще немного совмещал, ну, как немного, потому что у него же труды большие, он еще там совмещал, что на самом деле вот этот вот религиозный страх, страх Бога, вот этого наказания, да, это как бы Бог-отец и наш отец. То есть, если наш отец был строгий, то и Бог был строгий. И, ой, вообще, что-то про Бог в последнее время так много еще попадались, вот этих вот моментов, как Ницше тоже же, там у него есть, забыла, как называется книга его, где он написал «Бог умер». Вот, тоже там. Ну, он же был атеистом, он же тоже как-то там этот, в общем, я могу говорить долго. Вот, будем заканчивать. Хорошо, если вопросы у кого-то остались или есть запрос на следующий эфир, мы обещали любовь, я думаю, что все согласятся, да? Вот, а если у кого-то есть еще запросы, пишите здесь сейчас или в комментариях под эфиром, который останется на IGTV. Так, всех приглашаю к Гюзель на консультацию, если есть какие-то проблемы. Ко мне добро пожаловать на учебу в живописи. У нас есть телеграм-канал, который для новичков я организовала. Ссылку тоже оставлю. И есть у нас еще группа, в которой мы с Гюзель познакомились, и театрис, тоже мной организованная. И там художники цифровые, и живописцы все собираются, обсуждают свои проблемы. Вот, помогаем друг другу своим опытом. Дальше у нас следующий четверг «Любовь», полдвенадцатого по Москве, да? Вот, ну а следующий эфир мы анонсируем, когда споем про любовь. Я уже в предвкушении. Да? Хорошо. Я уже в предвкушении. И да, мы любовь не будем изображать красным. Ну, конечно, нет. Мы пойдем отопрагать. И сделаем ее зеленый. Да? Вообще, это вариант, ты знаешь, зеленая любовь. Почему нет? Вообще, вариант. Кстати, у меня вот остался хромко-бальт зеленый. Мы его, я подумаю, чем его разбавить. Слушай, я знаю, что я вспомнила. Был же фильм «Клон». У меня просто может так работать. У меня вот слово и ассоциация. Я посты так пишу. Я почему вечером пост пишу? Потому что я в течение дня, я вот утром просыпаюсь, у меня какая-то мысль, я думаю, ой, я про это напишу. Потом проходит две минуты, и я опять какая-то мысль, я уже цепочку сложила, ой, нет, про это напишу. И к вечеру я не могу уже понять, что вообще я хочу написать. Хочу все. Вот. И, в общем, вот ты сейчас сказала, ну, то, что мы зеленый, да? Я сразу вспомнила фильм «Клон». Там же была жадьи, у нее был камень жадеид. Это же что у нас? Малахит? Зеленый? Я без понятия, я ни сериал не смотрела, ни камнях не разбираюсь особо. А я смотрела этот сериал, знаешь, из-за чего? Не из-за того, что там жадьи и лукас там, да? А там была одна смешная такая тетка мусульманская Лара Назира, и она такая была эмоциональная, и я прям балдела от нее. Я, кстати, недавно в сторис выкладывала этот ее. Она очень смешная, и сегодня еще раз повторю это, посмотришь. Вот. До этого смотрела. За такие сериалы, ну, говорят, что очень красивый был сериал, поэтому, ну, я как-то не сподобилась посмотреть. Я больше по детективам. Я детективы люблю. Для того, чтобы мозг отключаюсь от всего. Ну, это было давно у меня. Я только родился, и вот я смотрела. Сейчас мы телевизор-то и не смотрим. Поэтому... Да, я не в телевизоре. Я в компьютере смотрю записи какие-то. Особенно меня радует, когда сериал уже закончился. Что я его от начала до конца могу сразу смотреть. Вот да, я вот это не люблю. В психологии же есть еще, я забыла название. Есть такой момент, тоже оно называется какая-то. Ну, оно не заболевание, а синдром, в общем, какой-то. Когда мы постоянно смотрим, хотим дальше узнать, что дальше. То есть мы прямо ждем этого момента. Когда следующая серия. И как раз вот сериалы на этом же срабатывают. Да, да. Ждешь, 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 ждешь. Неделя все не проходит и не проходит. Так, все, сейчас мы делаем страшные лица. Мне же надо на заставку поставить. Подожди. Повыше чуть поднимись. Я так пониже спущусь. Да, вот так. Потому что он все время обрезает. Страх. Я не могу, я улыбаюсь почему-то. Давай еще раз. Три-четыре. Все. Опять повеселились мы со страхом. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо за эфир. Все, отключайся. Гюсель прощается. И я заканчиваю эфир. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok